приветствую вас на моем канале меня зовут лилия донского и сегодня мы будем тестировать новинку из каталога oriflame номер один это az крем тональный и он многофункциональный самое интересное его свойство то что он матирует и при этом увлажняет кожу то есть он не будет сушить поэтому этот тон будет подходить мне кажется для всех типов кожи не только для жирной и уже не терпится попробовать уход за лицом я сделала кожа у меня уже такая гладенькая мягенькая подготовлена и сейчас будем пробовать этот крем у него очень высокий spf фактор spf 30 капельку пока беру я не знаю какой у него будет расход потому что у каждого крема свой расход у кого кого-то больше у кого-то меньше я поэтому лучше буду по чуть-чуть добавлять чем выкидывать продукт взяла маленькое зеркальце чтобы было видно хорошо беру такую набивную кисть это кисть oriflame у нас есть аналогичная серия giordani gold тоже такая вот плоская набивная посмотрите она какая ух упругая я больше всего люблю носить тон такой кисти кто-то любит руками кто-то любит специальным блендером или губкой я же люблю кисти мне кажется более классно наносится и машине супер помыть кисть очень легко кисть я мою часто ну как минимум раз в неделю но стараюсь даже почаще ее мыть так набиваю прям с руки рука как палитра на кисть немного средства и начинаю аккуратненько с дальних мест то есть не с носа чтобы здесь много не положить сразу а начинаю с больших площадей наносить тон на лицо я делаю это без праймера без подложки не сюда пользуюсь праймером потому что кожа позволяет носить тон и без праймера я взяла самый светлый оттенок может быть зря конечно совсем светлые может быть надо было потемнее так видно вам хорошо надеюсь сначала сделаем одну половинку и посмотрим какое будет отличие с другой половинка где нет тона аккуратненько под глазками ведь как удобно это кистью я могу ее повернуть вот так вот прям чтобы в уголочке подлить самые самые сокровенные так лоб тоже от серединки от центра двигаюсь в сторону можно делать такими от вбивающими движения можно растягивающими круговыми то есть кисть очень удобно управляться я думаю каждый подбирает то что ему нравится это что ему больше подходит и больше всего удобно слушайте но тон ложится так круто вообще посмотрите как вытянулась все лицо чистенькая красивая но и вот эта капелька она практически у меня вся ушла вот прям чуть-чуть осталась на половинку но я немного наносила прорабатываю крылья носа и вот такие не забывайте делать смахи сторону к ушам волосяную часть и чтобы не было видно такого как будто маску на лицо одели мы растягиваем тон но тон не подходит по цвету шея совсем белая если он будет чуть темнее то сразу лицо будет как будто отрезана от тела я такую расчлененку не люблю мне нравится чтобы все было гармонично пусть этой будет может быть не так как хочется там цвет загара ну как есть либо нужно загорать ходить в солярий но я противница солярия неестественного загара и вообще загар старит кожа но я очень люблю загорать в принципе но держу себя в руках летом я загораю настолько деликатно чтобы не пересушить кожу не навредить ей а делаю это все так вот аккуратненько в нужное время обязательно солнцезащитными средствами так вот смотрим разница здесь здесь мне кажется ну просто очевидно лицо стало ровненько аккуратненько и самое главное на сразу матовая вот кожа сразу матовая поры все 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 вот прям вот вообще их нету все стянулись и вот это мое самое такое опасное место где у меня поры забиваются не забились вот это очень важно давайте продолжим сразу вторую половинку наношу еще немного добавляю тональная основа так вот капельку хоть я не люблю тюбики но вот этот тюбик он мне нравится смотрите он такой маханьки тоненький объем точно такой же как во всех 30 миллилитров но выглядит он таким уютненьким легким я всегда такие тональники беру с собой в дорогу потому что например если взять тон который да там джордане какой красивый классный но такой тяжелый стеклянный флакон что он займет конечно больше веса тем тем тюбик легенький невесомый и конечно меня очень привлекает этот момент то что spf 30 это очень хорошо надо кожу защищать от солнечного негативного излучения от ультрафильтров многие как бы забивают на эту но я считаю что чтобы хорошо выглядеть нужно не просто ухаживать за кожей а нужно все учитывать и питание и сон и прогулки и защиту от негативного влияния внешней среды некоторые девочки не пишут лилино ведь тон забивает поры знаете на самом деле раньше когда у нас выпускали крем-балет он действительно забивал поры он был очень тяжелый кремовый и не было такого ухода как сейчас если же вы делаете правильный уход и у вас есть все очищение правильное тонизирование или совместный гель-тоник вы пользуетесь кремами и потом сверху наносите уже тональную основу тональная основа это на водной основе она легкой не всем то она является как бы барьером между вами и внешней средой и поэтому если вот эта пыль вся грязь все оседает на тональник такое слово дурацкое но тональная основа просто говорить долго я скажу на тон вот так будет говорить и вы когда будете вечером умываться то вы просто водой смываете это первое да мы сначала омываемся водой потом наносим средства и может смывая водой смывая всю вот эту бяку которая насела на нас течение дня а потом берем пенку или молочко то чем вы пользуете и уже тщательно очищаем кожи понимаете да что вот эта внешняя среда она не травмирует кожи и чем раньше вы начнете тональную основу использовать тем лучше потому что это очень хорошая защита для кожи вот мне прям нравится все хорошо как лег прелесть просто я до этого дегустировала тон в бизнес-центре и конечно те условия были не очень некомфортные не очень понятно все и уход я сделала дома пока мы доехали все равно это было уже не то я предпочитаю делать уход и косметику наносить уже примерно через 20-30 минут то есть я даю впитаться крему основному и уже сверху начинаю работать тоном кайф ну правда здорово то есть осталось вот теперь все все использовала уже зная что сколько нужно расход у него небольшой он очень тонким слоем ложится и одного слоя достаточно то есть он сразу выглаживает всю кожу и делает ее такой прям вау красоткой что делаю потом как бы задача наша сегодня посмотреть тон но в любом случае дорабатываю я кожу еще специальными маскирующими средствами тоже вам его порекламирую потому что в этом каталоге по моему он как раз со скидкой вот такой специальный маскировщик смотрите что в нем классно первый розовый он перекрывает синяя то есть везде где вот венки то синячки мы используем розовенькие везде где пигментации то есть коричневый или вокруг глаз коричневая пигментация то мы используем этот золотистый оттенок 3 это пудра то есть у меня пудра практически не расходуется потому что я беру пудру обычно какую-нибудь большую компактную рассыпчатую и ей уже сразу прорабатываю лицо просто для этой нужна маленькая кисточка или большую сжимать чуть-чуть но средства мне очень нравится у него такое плотное покрытие сейчас я вам покажу как она работает у меня для него прям специальная кисть вот она целая банка с кистями такая упругая упругая жесткая плоская кисть я ей прямо сразу так вот набиваю немножко средства и смотрите я прокладываю его сразу вот вот в эти места откуда идет венка синенькая местечка вот это я аккуратненько его прокрываю и мне нравится то что этот маскировщик он очень плотный он плотный и хорошо прокрывает все сразу вот видите разницу смотрите то есть я проложила его только вот в это место вот где переносится вот сюда сбоку и между внутренним углом глаза и какая разница то есть сразу источник этого синяка который бросает тень под глаз он устранен и глазик сразу засветился сейчас это тоже убирая то же самое делаю набирая немного средства и вбивающими движениями ведь как розовый хорошо перекрывает этот синячок а сюда я не лезу даже мне нет необходимости если я захочу более высветлить глаза я просто консилером сверху сейчас пройдусь светлым и он вытянет уже глаз он более легкий более тонкий но со своей задачей тоже классно справляется вот а далее я беру золотистый и вот там где у меня пигментные пятнышки раз кладу золотку 2 видите так на убиваю раз и вот с этой стороны три вот эти три пятнышка они почему-то решили остаться на лице пас я проделала курс вот этот вот ну вот все крупные пятна ушли почему тут малюсенькие вот эти остались даже не пойму почему они не хотят со мной расставаться чем я им так понравилось ну надеюсь они тоже уйдут вот все или покажу вам как работает консилер то есть но самое главное базовый базовый уход сделать это то есть базовую подготовку кожи к макияжу сейчас мы это как раз завершим и консилер вот такой светленький беленький консилер самый светлый оттенок тоже все коды будут под видео сможете посмотреть если вам такой продукт нужен то заказать и смотрите что я им делаю капельку раз-два вот так чуть-чуть раз-два и можно прям пальчиком и так вот убить то есть еще больше высветить эту зону и сделать ее еще светлее и светоотражающие частички делают лицо еще еще моложе и более сиящий то есть это такой легкий омолаживающий макияж с этой стороны раз два три вот по этому местечку где проседает конечно сейчас режим сбит из-за праздников ложимся поздно встаем поздно организм вообще в шоке чего делаете и смотрите еще вот у меня носогубки немножко да вот так вот проседают можно убрать вот это вот место высветлить то есть там где ямка мы туда вкладем консилер и вы так вот вбиваем видите тень ушла сразу светлая вытащила то есть темная у нас сужает светлая расширяет поэтому я светлым консилером вытягиваю вот это вот углубление легенько легенько прям не сильно очень важно подобрать все оттенки себе под цвет кожи чтобы не было резонанса что где-то светлая где-то темная сверху пудра она все выровняет то есть вот она сейчас засветилась видите классно до консилер работает вот тут например морщинка мелкая пролегла потому что все время морщу брови свожу их так но ничего с этим сделать не могу потому что лицо такое подвижное активное никаких конечно я уколов ни разу не делала и не собираюсь по крайней мере пока точно у меня к этому нет никакого расположения и теперь я беру кисточку такую можно взять или такую пушистую кисть можно взять мне вот это нравится кисточка она сейчас по моему в тоже в каталоге по акции идет смотрите какая она чудесно во первых у нее дизайн очень красивый и мне нравится вот этот ворс настолько он комфортный для лица такой мягкий вот эта кисть она прям в сравнению с той жестковатая то есть она прям такая грубенькая и я взяла пудру открыла новую пудру сейчас скажу какая-то кот пытаюсь найти 306 на 13 слушайте мне вот эта пудра понравилась у меня до этого была тоже the one еще такой в сиреневой какой-то упаковке вот это мне нравится больше у меня светлый оттенок опять же на зиму светлый и вот я набираю пудру а потом вот так вот чуть-чуть стучу чтобы она распределилась внутри кисти чтобы она не не ложилась одним пятном и наношу вот так вот везде пудра еще набираю стучу еще можно пудру смотрите еще как укладывать вот набрали прям побольше побольше вот ее много я ее не трясу и я ее вот так вот прям прокатываю то есть мы как мы запечатываем макияж это для тех кого жирная кожа проблемная мы прям запечатываем запечатываем так вот аккуратненько макияж весь я прокатываю прохожу и вот поверьте мне если у вас там бурный день или жарко то вот этого техника поможет вам сделать макияж более стойким можно это делать спонжем тоже удобно вот прям все уложила все лицо ровненько что самое главное осталось дать лицу живу живость придать освежить а для этого нам нужна такая палетка у вас может быть любые румяна хайлайтер до бронзер вот у меня все это в одном месте и тут еще подсказка есть куда это все наносить потому что часто бывает такой вопрос а куда это все наносить и вот после пудры я просто с кисточку стряхиваю немножечко и что я делаю так сейчас я вытру зеркало то я не вижу себя уже в нем пыль пыль попадает от румян смотрите что внутри у меня уже кончаются кстати в первом каталоге на эту палетку огромная скидка поэтому можете прям посмотрите заказать себе эту штуку она очень крутая очень прям и так что я делаю так как макияж легкий дневной я не буду делать коррекцию я ее в принципе не очень люблю делать но я делаю такую хитрость я набираю чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь чуть-чуть здесь то есть я вот так вот хулиганю прям делаю такой микс микс стучу то есть чтобы все это собралось и начинаю наносить румяна на то место куда мне надо то есть это по центру глаза так линия проходит чтобы не залезть близко к носу а то мы утяжелим опять вот это место и будет опять нависать вот эта складочка носогубая нам это не надо то есть я бы чуть-чуть начинает добавлять такой каплей далеко вот сюда уводить румяна не надо то это создаст какой-то болезненный вид и слишком много их тоже не должно быть то есть вот так вот легко остаточки стряхиваю вот сюда к ушку немножко на подбородок можно если контур лица не ровный то можно сюда немножко проложить вот это как раз темного корректора но у меня достаточно ровный контур чему я очень-очень рада и с этой стороны делаю то же самое капельку раз еще набрала мне нравится что они не слишком яркие нет такого что один мазок и не знаешь куда это пятно потом убрать потихонечку усиливаем добавляем по капельке понемножечку и за счет того что я сразу беру немного хайлайтера посмотрите вообще лицо начинает светиться вообще просто так красиво и потом чистой кистью я уже беру этот чистую кисть я беру только хайлайтер и немножечко его вот так вот тут вот пальчиком беру прямо над губой капельку вот губой в эту ямочку и капельку я распределяю под глазки то есть я так прям кисточкой чуть-чуть собираю меня на самом остаточке опыта код под глазки это тоже высветлит это тоже сделает такой шик вот кожа готова потому когда я сделаю брови я проложу хайлайтер немножечко на этот уголочек вот сюда чтобы все лицо было уже засветилось заиграла ну вот такой вот у нас с вами результат и так резюмируем что я хочу сказать по поводу этого тона он мне очень понравился я его рекомендую то есть но пятерка прям отлично отличный тон и сейчас еще раз рассмотрю и вам поближе покажу смотрите то есть идеальное покрытие на лице все супер мне очень понравилось и прежде чем делать основной макияж я еще наношу такой бальзам для губ на тоже новинка тоже азе вот такой и пока я буду красить глазки у меня губы напитаются какой он приятный и самое главное совершенно невесомый на губах губы напитаются вот этим бальзамом и можно будет наносить помаду но на этом я пока с вами прощаюсь жду от вас отзывах в комментариях отзывы если вы взяли себе такое за крем как как он вам понравился подошел или нет то есть какие у вас ощущения кому просто если будете писать пишите какой у вас тип кожи и какие у вас вот впечатления от этого крема и то есть это основа не крем тональная основа и просто пишите обратную связь спасибо вам за внимание всего доброго красоты вам к сияющей коже и до новых встреч в нашем наших видео пока 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 пока